Здравствуйте, это Пульзня по скриптуму. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Мы начинаем. Студия Наталья Быстрецкая. Студия Наталья Быстрецкая. На создание интерактивного чат-бота, способного правдоподобно вести диалог от имени любого человека, в том числе и уже покинувшего этот мир. Значит ли это, что при желании любой из нас может заменить ушедших близких их виртуальной копией или даже заранее позаботиться о собственном цифровом бессмертии? Будем разбираться. Когда пару лет назад Ким Кардашьян отмечала 40-летний юбилей на маленьком частном острове, самым ярким и обсуждаемым среди многочисленных поздравлений стало выступление ее отца, Роберта. Обычное, казалось бы, поздравление, если бы не одно «но». Дело в том, что отец звезды никак не мог присутствовать на вечере по весьма уважительной причине. В 2003 году он умер от рака пищевода. Так что для гостей, не знавших заранее о голограмме, появление Роберта 17 лет спустя стало настоящим шоком. Наверное, многим из нас от подобного привета с того света стало бы не по себе. Но сама Кардашьян осталась в полном восторге от подарка и немедленно выложила запись поздравления в Твиттере. Конечно, Роберт Кардашьян не был первым человеком, временно восставшим из мертвых при помощи цифровых технологий. За восемь лет до него, в апреле 2012-го, на музыкальном фестивале Качело в Калифорнии выступил погибший в 1996 году рэпер Тупак Шакур. Исполнив две песни со сцены, голограмма на мгновение ярко вспыхнула и растворилась в воздухе прямо на глазах у ошеломленных зрителей. Не меньшей сенсацией стало появление на сцене Майкла Джексона. В мае 2014 года его цифровая копия триумфально выступила на церемонии вручения музыкальной премии Billboard Music Award. С тех пор актеры, музыканты и другие деятели шоу-биза регулярно возвращаются из загробного мира, чтобы выступить в шоу, записать клип или даже сняться в кино. Недавно в эфир южнокорейского телевидения вышел документальный фильм «Встреча», героини которого дали возможность встретиться со своей семилетней дочерью, погибшей от редкого заболевания крови при помощи технологии виртуальной реальности. Чтобы создать цифровую копию любого человека, мертвого или живого, неважно, нужно дать нейросети проанализировать базу данных. Чем больше, тем лучше. Совсем хорошо, если сохранились аудиозаписи. Тогда аватар сможет не только переписываться, но и разговаривать. Как ни странно, видео далеко не так принципиально, а искусственный интеллект уже неплохо научился оживлять и довольно правдоподобно раскрашивать даже очень старые черно-белые фотографии. По словам экспертов, все это вполне укладывается в теорию продолжающихся связей, которую выдвинул в середине 90-х психолог Деннис Глаз. После смерти близкого человека наша связь с ним не обрывается мгновенно, а продолжается, пока мы его помним. К слову, многие предлагают ввести официальный запрет на создание интерактивных чат-ботов умерших людей. От греха подальше. Профессор интернет-права университета Ньюкасла Лиллиан Эдвардс сомневается, что подобный запрет в принципе возможен. И дело даже не в патенте. Сам факт существования новой технологии, то есть возможность создания интерактивных чат-ботов, означает, что джинн уже выпущен из бутылки. Тогда нужно запретить спецэффекты в кино, размышляет профессор Эдвардс. Голосовых помощников вроде Siri или Alexa люди возмутятся, скажут, что это ограничивает их свободу выражения и будут правы. Оживить изображение со старых фотографий совсем несложно. Лайфхак по скриптуму. Вы можете сделать это сами, найдя в любом поисковике программу Deep Nostalgia. Активная работа по созданию цифровых копий живых людей идет по всему миру. Есть, по меньшей мере, два примера ее весьма удачного применения. Первый проект Фонда исторических материалов памяти жертв Холокоста основанного режиссером Стивеном Спилбергом. Поскольку людей, переживших геноцид времен Второй мировой войны, с каждым годом становится все меньше, вот уже несколько лет фонд занимается записью и оцифровкой рассказов очевидцев трагедии, сохраняя их в виде интерактивных голограмм, которым не страшна старость. В некотором смысле выживших свидетелей превращают в музейные экспонаты, готовые ответить на вопросы посетителей. Платформа StoryFile, помогающая создавать цифровых двойников известных людей, конечно же, с их согласием и с их же помощью. Технология и алгоритмы работы искусственного интеллекта в обоих случаях практически идентичны. Появление технологии цифрового воскрешения было практически неизбежно, говорит Стивен Кейв, возглавляющий в Кембриджском университете Центр изучения искусственного интеллекта. Испокон веков люди предпринимали попытки спасти от смерти себя и своих близких. В научный век вера в волшебный эликсир молодости сменилась надеждой на то, что когда-нибудь ученым удастся найти пилюли от старости. Но это ощущение обманчиво. Ни в коем случае не нужно думать, что цифровой двойник может действительно вернуть в прошлое. Технология обещает то, чего она сделать просто не в состоянии. Любой чат-бот или цифровая копия – это не продолжение человека. Это в лучшем случае его слабое эхо, подчеркивают специалисты. Ровно тоже нужно иметь в виду людям, которые надеются победить смерть, создав собственную цифровую копию. Привычное нам существование в любом случае закончится вместе с нашей биологической смертью. На вопрос о том, станет ли цифровое воскрешение более реальным в будущем, ученые мужи пожимают плечами. В феврале 2020-го в Великобритании прошел первый концерт мирового тура голограммы Витни Хьюстон. В вечере с Витни был представлен цифровой образ певицы, созданный с использованием сотен часов съемок настоящих Хьюстон. Голограмма проецируется на сцену, где играет живая группа, бэк-вокалисты и танцоры. Естественно, устроители составили программу выступлений самых популярных хитов. Цифровая Витни Хьюстон посетила Шотландию, Ирландию, Нидерланды, Бельгию, Швейцарию, Германию и Северную Америку. Вот некоторые отзывы очевидцев о концерте. Особенно жутко становится, когда зрители начинают аплодировать. Кому мы, дураки, аплодируем? Это же мираж. Зрители концерта в Шеффилде также раскритиковали шоу в Инстаграм. Движения губ не совпадают с песней. Все не то. Это не Витни. И еще мнение. Пахнет отчаянным зарабатыванием денег. Ее наследникам должно быть стыдно. Пожилых вокалистов Абба в прошлом году омолодили. Скоро «Аватары без морщин» дадут концерт. Вместо четырех исполнителей, младше из которых 72, зрители порадуют цифровые версии фронтменов. На виртуальных концертах, которые пройдут в Лондоне, выступят «Аватары» Агнета Фельдскак, Бьерна Ульвиуса, Бенни Андерсена, Анни Фрид Лингстед, которым будут аккомпанировать 10 живых музыкантов. Фанатов, привыкших скупать пластинки Абба, кажется, ждет настоящее диджитал-потрясение. В интернете уже появились кадры с голограммами. Разработкой костюмов для аббатаров занималась компания «Индастриал Лайт энд Мэджик», основанная режиссером Джорджем Лукасом. Над виртуальными копиями трудилась команда из 850 человек. Специалисты в области технологии сканировали каждое движение, фиксируя манеры музыкантов. При этом участникам группы пришлось потрудиться, как в старые добрые времена. На создание цифровых клонов звезды потратили около двух месяцев кропотливой работы. Агната Фрида, Банни и Бьерн стояли перед 160 камерами. Впрочем, для тех, кто ностальгирует по юным звездам диска и не готов мириться с саботарами в костюмах Дарта Вейдера, группа выпустила клип на новый трек. В ролике вы не увидите победу современных технологий. Пятиминутное видео состоит из нарезки архивных кадров с гастролей квартир. Это все новости к данному часу. Спасибо за внимание. В студии для вас сегодня работала Анна Лебустрецкая. До встречи. Анна Лебустрецкая.